Тем словам, которые я говорил на пленатном заседании по поводу университета. Я не специалист в области образования, естественно, я прошу заранее прощения, но в свое время в России мы еще до 2003 года занимались проблемой, то у нас очень плохо с качеством высшего образования. До Международной Суни первой у нас с большим трудом доходят институты. Но, тем не менее, тогда это было еще возможно. Сейчас, в силу того, что в России укрепляется авторитарный режим, как вы сами понимаете, вследствие этого проблема науки, свободной науки, она по очень многим направлениям зажимается. Люди уезжают, ну, просто потому что это неохота, так сказать, в каких условиях существовать. Студенты, которые проявляют себя более-менее активно в общественной деятельности, они тоже вынуждены иметь в виду, так сказать, не во всем соглашение с властью. Их вынуждены отчислять, так сказать, вы знаете, они теряют место. В общем, Россия, московские университеты, институты ослабили свою перспективу, как вот такие вот потенциальные центры знаний. В то же время Киев, если он, так сказать, если Украина будет развиваться по тому пути, которому, в общем, нам бы всем хотелось бы, как демократическая страна, то для киевских высших учебных заведений, в общем, это открывает очень интересные перспективы. И с точки зрения преподавательских тагеров, которые можно звать и из России, и из западных стран, и с точки зрения студенческой базы, ну, то есть качественных абитуриентов, которые поедут, я вас уверяю, в Украину, так сказать, в том числе и из России, если будет предложено такой уровень образования, который они могут... который может их сделать лично конкурентоспособными на таком-то договоре. И мне кажется, что довести один из киевских университетов, одно из киевских высших учебных заведений до хороших мест в мировой шутке, это вполне реальная задача. Она не простая, но она реальная. И на 50% это не вопрос даже оборотов, а не вопрос кадрового состава, мы знаем. Так еще? Профессорский состав. Вот эта задача, которую можно было бы решить, и она могла бы оказаться привлекательной, и я извиняюсь, я все время стою на Россию, думаю, для огромного количества российских граждан. А это было бы... Я опять же извиняюсь, что я бы все вот так и так допущу в Горбане. А для России это было бы тоже очень важно, потому что люди, которые, так сказать, получали образование в рамках демократической традиции, они потом в России могли бы много что сделать. Вот. И я, собственно говоря, об этом говорю. Спасибо большое. Спасибо. Вирус демократии? Справка. Я просто вчера...